Хорошая была игра. Первый период прошел в равной борьбе во втором периоде. Хорошо сыграл вратарь Фокин. Организованно выручил. Использовали свои моменты, ошибку 1-0. Здесь игра была, кто забьет. Нужно было повернуться в ту или другую сторону. На выходе там неудачно сыграл вратарь хозяев. Использовали момент. В принципе довели матч до победы. Ребята, спасибо за игру, с победой их. Спасибо, Герман Михайлович. Ну, хочу после таких игр комментировать-то, в принципе, по большому счету им нечего. Хочу только поздравить команду игру с победой, с заслуженной победой. Если какие-то есть вопросы, я отвечу, комментируйте меня. Просто нет после таких игр. Коллеги, да, Антон, давайте, пожалуйста, с вас начнем. Герман Михайлович, комментарий нет, зато есть, наверное, пища для размышлений. Как говорят хоккей, игроки, да, но это шуточное. Играют первую игру и последнюю. А, чтобы контракт подписать, да? Да, но тут, по-моему, особо никто продлевать не хочет. Ну, такое ощущение. В принципе, об этом говорили сегодня с утра, да? Сегодня с утра говорили, что достойно закончить сезон. Да, мы не попали, вчера после победы, словно, не попали в ПВФ уже. Все уже, шансы все потеряны были. Ну, видно, ребята, сегодня уже по раскатке было видно. Такая вольгарность, что мы с ССК очень хорошо отыграли два периода. Вот мы, Югра приедет сейчас к нам. Я им и предупреждал, что сейчас в этой лиге просто, если не будешь биться, бороться, никаких результатов не добьешься. Даже вот это показывает игры таких мастеров других команд, которые больше мастеров, чем у нас. Спасибо. Следующий вопрос, пожалуйста. Олег Кушелев, у нас с Германом Калчем планируется на старше три игры привлечь ребят из Химика? Может быть. Им, может, поинтереснее было ничего. Ну, вот сегодня Ли вызвали уже из Химика. Да, вот. Следующую игру планируем. Ну, конечно, если честно, по большому счету, здесь хочется посмотреть уже будущее наше, которое будет не за горами. Потому что все-таки надо уже готовиться уже через эти игры. Я ребятам сказал, готовиться на следующий сезон, посмотреть, что вы стоите на данный момент. Ну, пока нечего сказать. Да, Александр, пожалуйста. Александр Роман Канисерский, Геннадий Павлович, а перед автонапистом, что вы скажете, как кислин, такого, чтобы не было такого, как сегодня? Как сегодня? Давайте дождемся этой игры с автомобилистом. Я надеюсь, ребята поняли, сейчас было такое долгое собрание в раздевалке. Я надеюсь, что до них я достучался, что они поняли, что так играть при своих зрителях нельзя. Они позволят не только себе, но они позволят имя клуба, который с большой буквы, за который они играют. Поэтому традиции «Спартака» так играть непозволительно. Еще будут вопросы? Да, пожалуйста. Вы сказали, что подготовка к сезону началась, вы для себя какой-то круг людей, кого точно хотите оставить, уже отчертили. Я понимаю, фамилии это некорректно будет, но хотя бы процентов не буду говорить. Давайте это останется, вы узнаете это по окончании сезона. То есть те, кто железно, уже у вас ловить люди уже? Да, конечно, есть уже костяк, который пойдет на следующий сезон. Поэтому здесь нет секрета. Я... Да, пока еще рано говорить об этом. Субтитры сделал DimaTorzok